Хочу поделиться с вами одной профессиональной хитростью, которую рассказывал Стив Батри. Он был редактором и медиатренером, несколько раз приезжал в Россию, и я была на этих встречах. Было очень любопытно наблюдать за редакторами российских медиа, когда Стив представлял вот эту свою концепцию, о которой я вам сейчас расскажу, когда он представлял ее на российскую аудиторию. But the blueprint for the complete community connection, I explained that the point of C3 is to develop a new relationship with the community. As a news organization, you're going to be more than just giving people news. You're going to be a place where they can come and connect with other people in the community. And not only learn what's going on, but help tell what's going on. И это будет также место, где бизнесы связаны с их клиентами в различных способах, и, может быть, в более интересных способах, чем просто продать адвокатизм. Хотя, конечно, адвокатизм будет еще большим частью нашей связи с клиентами. Мы будем получать много людей, мы будем пытаться их в более личных способах, и помогать им стать частью истории и частью процесса рассказа в более интересных способах. Проблемы, которые есть у региональных медиа, у локальных медиа, что в России, что в Штатах, что в европейских странах, что в Китае, они приблизительно одинаковые. Через некоторое время после появления интернета внимание аудитории ушло в цифру, какие-то издания побежали догонять свою аудиторию, начали делать сайты, начали делать группы сообщества в социальных сетях, но всегда это был догоняющий режим. Вот аудитории интересно вот это, и мы что-то должны сделать, чтобы соответствовать. Стив подходил немножечко с другой стороны, он задавал другой вопрос. Давайте смотреть в первую очередь не то, каким медиа пользуются, какие медиаплатформы популярны вашей аудитории, а что у этой аудитории происходит в жизни. Потому что от этого зависит то, что им интересно, те темы, которые они начинают гуглить, те платформы, на которые они выходят в поисках ответа на волнующие вопросы. И тогда Стив показывал, нарисовал жизненный путь человека от рождения до смерти. Две точки, мимо которые ни один человек в человечестве пока еще не прошел. Между этими двумя точками есть важные жизненные этапы, которые, ну вот кажется, что все люди такие разные, они живут такие разные жизни, так по-разному складывается их судьба. Но когда мы смотрим на какие-то ключевые этапы жизненного пути, то они по-разному складываются, но они очень многие пересекаются. Например, родился ребенок, первый год вся семья вокруг обеспокоена здоровьем, качественным питанием, безопасностью. Иногда некоторые люди даже и ранним развитием озабочены. Дальше ребенок идет в некое, возможно, учреждение, либо он на дому с бабушкой и нянями. То есть некое такое дошкольное развитие. Потом человек идет в ту или иную школу, дальше он выпускается. Где-то в середине тут есть открытие для себя алкоголя и всяких нехороших веществ. Первая любовь там случается, самоопределение профессиональное, куда я хочу поступать, кем я хочу быть, как я себя вижу в этом пространстве. И дальше вот этот жизненный путь, он более-менее предсказуем. Мы все живем в разных городах с разным достатком. Нам даются семьи наши разные стартовые возможности. Но так или иначе мы через эти ключевые точки проходим. И Стив говорил, что в тот момент, когда человек попадает в ту или иную точку, значимую для его жизни, он или она начинает ожесточенно и активно искать информацию. То есть если, возьмем, ваш ребенок пойдет в школу, естественно, все родители, все друзья, все родственники, все двоюродные бабушки и дедушки, все озабочены и все ищут, гуглят, индексят информацию по поводу обучения в школе, разных систем, как попасть, какие учителя, чему учить там. Ну, то есть куча-куча всяких разных вопросов. И если у вас в вашем издании, если вы работаете на эту аудиторию, и они живут в вашем городе для городского медиа, если у вас на сайте есть ответы на эти волнующие вопросы, вопросы, интересующие семью, чей ребенок идет в школу, прям просто по этому большому списку. Если у вас этот контент есть, то алгоритмы Гугла, Яндекса дадут в качестве ответов гуглящим людям ваши материалы. Если у вас на сайте этих материалов нет, то, собственно, вы не попадете в выдачу, и ваша аудитория вас не найдет в тот момент, когда ей важны ответы на эти вопросы. Ну, например, если вы живете в Иркутске, рядом у вас есть озеро Байкал, и люди к вам едут и в Иркутск, чтобы посмотреть город, и, естественно, едут на озеро, то можно предвосхитить набор там 100 вопросов, которые волнуют каждого первого туриста, который отправляется к вам на вашу территорию, в ваш регион. И если у вас на сайте есть ответы от экспертов, от ваших пользователей, от ваших журналистов, некое такое сконцентрированные, насыщенные ответы на волнующие людей вопросы, то любой москвич, который начинает гуглить «я еду на Байкал», найдет ваш сайт, потому что вы даете релевантные ответы на то, что людей интересует. Если у вас на сайте нет этой информации, то, естественно, поисковые машины уведут людей на другие ресурсы. И вы потеряете трафик, который могли бы приобрести, который вам был бы интересен. I'll give you an example. This week, we've been blogging about escalators in the Washington Metro subway system and transportation system. And they've been very controversial because a lot of the times they don't work, sometimes they stop suddenly or speed up suddenly, and people have gotten injured on them. So they're very controversial. And we decided we were going to inspect, we were going to check out all 588 subway escalators. And so we sent our staff out, but we also engaged the community and said, tell us what the escalators are doing at the station where you... And so with lots of tweets and with our own effort, we had a conversation going on the past couple of days about the escalators. And we documented which escalators were working and which ones weren't at 588 locations throughout the Washington area. And it was a joint effort. It wasn't just us, it was us and the community. Следовательно, вот это вот умение, видите, связь, да, между тем, что мы оказываем внимание на жизненный путь человека, на те этапы, которые в его жизни происходят, мы понимаем его поведение, что в данный момент люди, которые там ищут работу, ищут подработку, или ищут льготы, и когда мы предвосхищаем эти вопросы, либо собираем эти вопросы от пользователей, когда у нас на сайте есть форма, вы можете спросить, да, задайте вопрос нашим экспертам, и мы как журналисты находим специалистов, находим людей, которые на эти вопросы отвечают, за счет вот этой вот коммуникации и понимания интересов аудитории мы привлекаем к себе трафик целевой, понятный, предсказуемый и достаточно устойчивый, потому что если одна порция людей разобралась с этим вопросом, подрастает следующая, которая только с этими вопросами будет сталкиваться. Таким образом, вот этот вечно зеленый, либо регулярно обновляемый контент, ответы на вопросы людей, которые действительно волнуют людей в их ежедневной жизни, этот контент обеспечивает вам достаточно ощутимую долю целевого трафика и лояльную аудиторию. Если человек находит ответ, который его волнует, он будет воспринимать ваш ресурс как полезный, как интересный, заслуживающий доверие. В моем блуде принт для Комплекте Коммуникации, я share многое идеи для имплементации К3. Но я хочу сказать, что это не только специфики, что это не только что-то, это и что-то новое отношение, это более конверсионное отношение с коммуникацией, и что-то будет рассмотреться новые вещи для сотрудничества в коммуникации. Это что-то в сердце К3. Если вы понимаете своих людей, если вы понимаете всех подписчиков и посетителей, пользователей, сайтов и читателей ваших каналов, если вы понимаете, чем они живут в их реальной жизни, если вы оказываете внимание, спрашиваете их, даете им ответы, пользуясь своим навыком поиска информации, подбора экспертов, тогда у вас формируется вот это лояльное ядро, которое вам благодарно за вашу журналистскую работу. Поэтому думайте о людях, смотрите, что в их жизни происходит, находите специалистов, которые отвечают на вопросы, которые волнуют людей, оформляйте это в мультимедийных форматах и будет вам счастье!